И слово для следующего выступления, завершающего нашу вечернюю научную программу, представляется Амелиной Инне Дмитриевне, младшему научному сотруднику научного отделения диагностической и интервенционной радиологии, соискателю, блестящему подготовившему программу научного центра онкологии имени Петрова. Пожалуйста, Инна Дмитриевна. Я прошу прощения. Да-да-да. Начинаю с названия. Я не назвал тему, я думал, вы назовете. Тема сообщения возможности компьютерно-томографической пневмогастрографии в определении типа рака желудка по классификации Лаурен. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прошу прощения за неполадку. Благодарю за возможность выступить на заседании. Согласно статистическим данным Международного агентства по изучению рака, рак желудка находится на пятом месте по заболеваемости. И занимает четвертое место среди смертности от онкологических заболеваний. Причем необходимо отметить, что каждая тринадцатая смерть от онкологического заболевания приходится именно на рак желудка. За 2020 год отметен рост заболеваемости среди молодых людей возрастом младше 50 лет. Основные факторы прогноза больных при раке желудка – это стадия опухолевого процесса, радикальность оперативного вмешательства, гистологический фенотип и молекулярный профиль. И полноценно охарактеризовать биологические свойства опухоли, как правило, возможно только после анализа операционного материала. Однако биологические свойства опухоли, в свою очередь, способны проявлять гетерогенность в отношении различных химиопрепаратов и различную чувствительность к химиотерапии. То есть влиять на исход лечения. Финский патологоанатом Лаурен под руководством профессора Осмо Ярви в 1965 году опубликовал первую работу по этому поводу, которая имела название «Два главных гистологических типа рака желудка. Ракодиффузная, так называемая, карцинома кишечного типа – попытка гистоклинической классификации». Он проанализировал 1344 случаев, выделил две основные группы – карциному кишечного типа, которая составила 53%, и диффузную карциному, которая составила 33%. При структурном и гистохимическом исследовании хирургического материала он установил типичные особенности структуры клеточного строения и роста опухоли среди двух основных типов. При этом он отметил, что в первой группе преобладали мужчины и пожилые пациенты, а во второй группе преобладали женщины и молодые пациенты. После 1965 года проведено множество других исследований, которые продемонстрировали различия между кишечным и диффузным типом рака желудка и доказали то, что рак желудка диффузного типа является независимым фактором плохого прогноза. Более агрессивный имеет клиника патологические особенности, особенно среди пациентов моложе 40 лет с 5-летней выживаемостью не более 20%. Сопровождается низкой частотой радикальной хирургической резекции, является одним из факторов риска развития метастазов в лимфатических узлах, брюшину, кости, яичнике по сравнению с кишечным типом и с другими типами. Таким образом, на сегодняшний момент классификация по Лаурен является одной из основных эффективных систем оценки рака желудка. Учитывает различные клинические молекулярные характеристики, в том числе гистогенез, дифференцировку клеток, эпидемиологию, теологию, биологическое поведение прогноз и является важным прогностическим маркером и основным из факторов, который способен повлиять на лечебную тактику. Патоморфологическая классификация рака желудка в значительной степени основывается на критериях системы классификации Лаурен. В здании ВОЗ 2019 года опухоли ЖКТ проведено сопоставление классификации Лаурен и классификации ВОЗ гистологических типов опухоли. На сегодняшний момент классификация Лаурен представляется несколько модифицированной для кишечного типа по Лаурен характерная высокодифференцированная, умеренно дифференцированная денокарцинома. А для диффузного типа характерный перстневиноклеточный рак и рак из плохо сцепленных клеток выделили неопределенный тип, для которого характерна низкодифференцированная денокарцинома и смешанная денокарцинома. Таким образом, с учетом того, что биологические свойства опухоли полноценно характеризовать возможно только после проведения оперативного вмешательства, изучение биомаркеров визуализации, которые способны отражать гистопатологические особенности опухоли с помощью методов лучевой диагностики, является перспективным прогностическим маркером. Нами было проведено исследование, которое включило 202 пациента, больных раком желудка, которые получили лечение в нашем центре, в Институте онкологии Николая Николаевича Петрова с 2015 по 2018 годам. Всем пациентам выполнялась компьютерно-томографическая пневмогастрография, причем пациентам, которым проводилась надевантная химиотерапия, исследование выполнялось как до начала лечения, так и после. Оценивалась локализация особенностей роста, макроскопический тип по Борману и, помимо всего прочего, оценивались денситометрические показатели плотности, картериальную, портальную, срочную фазу контрастирования не менее чем в пяти разных точках. Пациентам, которые получали надевантную химиотерапию, все показатели оценивались двукратно, до химиотерапии и после. Выставлялась клиническая стадия по ТНМ-классификации, гистологический тип учитывался по биопсии. Все пациенты, вошедшие в исследование, были прооперированы в объеме субтотальной резекции желудка или гастроктомии. Затем оценка гистологических препаратов проводилась с учетом классификации ВОЗ. Оценивался операционный материал и проводился анализ полученных данных и сопоставление всех полученных данных, патоморфологических и с данными компьютерной томографии. Выделено три основных типа, на основе визуальных характеристик с учетом особенностей роста опухоли, выделено три основных типа рака желудка. Первый тип – это бугристый, с бугристым компонентом, внутрипросветным, имеет четкие контуры и четкие границы образования. В данную группу вошло 68 пациентов, что составило 34% от общей когорты. И нами было установлено, что форма опухоли, то есть тип по компьютерной томографии, имеет высокую диагностическую эффективность в определении типов рака желудка по лауре. При бугристом КТ-типе эту группу составили только случаи с кишечным и с неопределенным типом по лауре. И чувствительность определения именно кишечного типа по лауре при бугристом типе состояла 58%, специфичность 100%. Таким образом, бугристый КТ-тип является типичным для опухоли кишечного типа по лауре. Второй тип интерамурали с характерными признаками в виде внутристеночной инфильтрации, повторяющей рельеф складок слизистой оболочки стенки желудка с нечеткими контурами, с нечеткими границами и отсутствием внутристеночных бугристых, внутрипросветных, простите, разрастаний. Данную группу составили, вошло 57 человек, 28% от общей когорты. И данный тип, он очень характерен именно для диффузного типа по лауре, с чувствительностью определения 75%, специфичностью 96%. Третий тип, который был выделен на основе визуальных характеристик, это смешанный. Он включал в себя как характеристики первого типа бугристого, так и второго интерамурального. Определялась внутристеночная инфильтрация, нечеткие контуры, но также имелся и внутрепросветный бугристый компонент. В данную группу вошли 77 человек, что составило 38% от всех пациентов. И здесь, конечно, у нас возникли определенные сложности. Для опухоли смешанного типа по лауре характерен смешанный КТ-тип, то есть смешанный характер роста, но с чувствительностью определения 94%, специфичностью 67%. Однако для смешанного КТ-типа характерны также и другие типы по лауре. И в данной ситуации мы предложили определенный алгоритм, следующий шаг которого подразумевает измерение разницы денситометрических показателей плотности в отсроченную и портальную фазу контрастирования. При пиковом паттерне контрастирования, то есть когда мы наблюдали снижение вымывания контрастного препарата из опухоли в отсроченную фазу, то есть разница составляла менее нуля Хаунсфилд, мы с большой вероятностью 97% могли исключить кишечный тип по лауре. При восходящем паттерне контрастирования с вероятностью 94% мы исключали диффузный тип благодаря определению разницы плотности, которая составляла более 10 Хаунсфилдов. И третий паттерн контрастирования, когда мы наблюдаем разницу плотности в отсроченную и портальную фазу от нуля до 10 Хаунсфилд, к сожалению, в данной ситуации мы затруднялись высказаться в ту или иную сторону в отношении типа по лауре. Эту группу составили всего 8,5% от всех пациентов, то есть в принципе достаточно невелик процент, когда мы не можем высказаться в ту или иную сторону. Пример. Случай при пиковом паттерне контрастирования определяется опухоль, нижний третий тела желудка. В портальную фазу контрастирования мы видим среднее значение плотности 108 Хаунсфилд, в отсроченную фазу контрастирования среднее значение плотности 103 Хаунсфилд, разница плотности между отсроченной и портальной фазой минус 5,3 Хаунсфилд. То есть мы исключаем с вероятностью 97%, исключаем кишечный тип. Патоморфологически был определен неопределенный тип по лауре. При восходящем паттерне контрастирования, пример восходящего паттерна контрастирования, определяется опухоль, также нижний третий тела желудка. В портальную фазу контрастирования среднее значение плотности составляет 76,8 Хаунсфилд, в отсроченную фазу контрастирования среднее значение плотности составило 101 Хаунсфилд. Это разница между отсроченной и портальной фазой 23,25 Хаунсфилд. Патоморфологически кишечный тип по лауре. А мы, соответственно, с вероятностью 94% исключили диффузный тип по лауре. Благодарю за внимание. Инна Дмитриевна, спасибо вам за блестящее выступление. Вы даже не перегорели, ожидая своей очереди до самого вечера. Но 101 далматинец бывает, а 101 Хаунсфилд не может быть. Годфри Хаунсфилд, один единиц Хаунсфилда. В общем-то, если правильно, то в процессе подготовки уже к защите, я думал, вы получите мое замечание. Очень интересный, выверенный доклад, методически отражающий тот высокий уровень, который сегодня был продемонстрирован всеми сотрудниками под руководством Сергея Сергеевича, всеми сотрудниками научного, национального медицинского онкологического центра имени Петрова. Мне очень понравилось. У меня даже, в общем-то, это получило истинное удовлетворение от вашего доклада, у меня нет вопросов. Вот есть вопросы в сети. Задает Дмитрий Александрович вопрос, каким образом осуществлялось заполнение желудка воздухом. То есть он сам задает вопрос, сам отвечает, каким образом воздухом, а вот методически как? Какую методику применяет? Спасибо за вопрос. На самом деле у нас используется наша запатентованная методика. Мы работаем с 2015 года, используем газообразующую смесь для подготовки к исследованию желудка. И об этой методике можно почитать и в интернете. Собственно говоря, есть и статьи, есть и данные патента. Ну, два слова скажите, тем более патента есть уже. Мы проводим исследование натощак. Используется гидрокарбонат натрия и лимонная кислота. А в определенной дозировке выполняется именно артериальная портальная фаза сканирования, и на отсроченной фазе пациент выпивает с минимальным объемом, запивая до 30 мл жидкости воды в газообразующую смесь. И проводится именно на 4-5 минуте, проводится ранее отсроченная фаза сканирования. Спасибо большое. Самому захотелось попить. Сергей Сергеевич, вы начнете финальную нашу часть, да, наверное? А, если позволите. Да, пожалуйста. Я хотел бы тоже два слова сказать еще про Инна Дмитриевна. Вы, конечно, такой человек очень увлекающийся, очень глубоко погружен в проблему. И не просто, скажем, занимающийся вопросами абдоминальной лучевой диагностики, но во многом явивающийся, скажем так, вдохновителем создания мотиводисциплинарных команд у нас хирургических. Ну, понятно, что без хирургов это было бы не серьезно, конечно, наверное, ведущая роль их. Но вот Инна Дмитриевна во многом, во многом соучаствовала в этом процессе. И, наконец-то, вот работа, которую она только время проводила, вот уже готова реализоваться в виде институционного исследования, которого в течение буквально месяца мы ждем в институционном совете. Теперь, позвольте, собственно, к общему нашему мероприятию. Хотелось бы поблагодарить всех участников. Доклады были действительно очень яркие, очень красочно иллюстрированные, подробные, все чрезвычайно структурированы. Важно, когда человек пытается донести свою мысль, делает это четко, понятно. И вот такой подход, очевидно, последовался во всех выступлениях. Спасибо докладчикам. Спасибо аудитории. Сейчас аудитория, значит, нашире, чем, как было раньше, когда она была ограничена. Одной комнатой, пускай и большой, пускай и большим залом. А теперь мы открыты всему миру. Плюс наше заседание есть дальше в записи, их можно просмотреть. И я убеден, что благодаря этому эффективность наших заседаний, она, безусловно, стала только повышена. Ну и спасибо, конечно, Вячеславу Альбертовичу, как, опять же, организатору, медийному вдохновителю вот этой вот тематики гастроэнтерологии, лучевой диагностики в гастроэнтерологии. Спасибо за приглашение и за готовность видеть, в том числе и сотрудников нашего учреждения в рамках его подобного рода встречи. Сергей Сергеевич, спасибо за теплые слова, за ваш такой объективный, достаточно всеобъемлющий, в общем-то, анализ сегодняшнего нашего мероприятия. Мне ваш центр очень близок, поскольку не секрет, что я научным сотрудником в нем был с момента начала инсталляции первого магнитно-резонансного томографа в течение 7 или даже 8 лет я там был, в общем-то, наслаждался возможностью и роскошью общения с коллективом, с блестящим. И хочу сказать, что вы, Сергей Сергеевич, тоже являете собой пример, что нужно выбирать ученики красивых, молодых, перспективных сотрудниц. Вот да, Сергей Константинович мой ученик, он писал долго, нудно и расцветает, вот как осенняя роза потихоньку, теперь отдавая то, что в нее длительно вкладывали. У вас школа более мне симпатична и по внешнему, и по научным, в общем-то, потенциалам. Поэтому, конечно, это для всех пример, и очень здорово, что действительно я хочу поделиться своим опытом. На прошлой неделе я представлял научное сообщение на одной из серьезных хирургических таких научных, на одном из научных мероприятий. За три часа программа отставания составила час, я понял, да. Вот люди умеют поговорить. Мы отработали минуту в минуту, и это и будущих соискателей, и диссертантов отличает, и уже маститых ученых, таких как Сергей Константинович, что соблюдать регламент, уметь в нужное время уложиться и представить те данные, которые ты осмыслил, это очень важно. Поэтому спасибо вам огромное и за прекрасные сообщения, и за то, что все вы нашли возможность сегодня выступить, никто не сослался на какие-то технические трудности. Огромное спасибо Наталье Владимировне, нашему президенту, профессору Железняку, за все-таки то, что такая работа ведется очень серьезно, и техническому комитету за наше сопровождение и помощь в проведении сегодняшнего нашего научного мероприятия. Благодарю вас всех, очень рад буду видеть на следующих наших, уже с новыми результатами наших следующих встречах. И хочу также сказать, что наш друг Сергей Сергеевич и наш учитель Кармазановский Григорий Григорьевич на информационном ресурсе разместил очень интересную информацию, касающуюся активности Европейского общества гастроинтестинальных радиологов. Вот посмотрите, очень интересно, да, и буквально все спикеры, и не только все спикеры, но и те, кто до сих пор слушают нашу трансляцию, должны помнить, что буквально через месяц мы начнем формировать научную повестку следующего Невского радиологического форума. Мы всех будем рады вас там видеть, Сергея Сергеевичем. Безусловно, мы будем не одну, а даже несколько секций с ним организовывать, и получим снова удовлетворение и от общения онлайн, и от общения очного. Спасибо всем, всем хорошего вечера. Все домой, все к семьям, все к теплу и к домашним очагам. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok